И так, когда негодует небо, боль в сердце возникает. И это за наши грехи. А когда мир на нас негодует, и боли внутри не возникают, то это нас ругает за наши добродетели. За добродетели ругают люди, за грехи ругает Бог. Но это все через людей происходит. И единственный критерий – это то, что возникает в сердце. Если тебя ругают, и тебе стало плохо, значит, это Бог тобой сейчас занимается. Если тебя ругают, и ты спокойно к этому относишься, значит, все нормально. Спокойно означает по-доброму. Не то, что спокойно. Меня ругают, я так типа не замечаю. Да мне по-барабану. Мне спокойно. Нет, по-доброму. Вот если ты можешь по-доброму относиться к тем, кто тебя ругает, значит, все нормально. Это значит, что все хорошо. Это талмуд. Лучший язык тщательно сдерживаемый, лучшая речь тщательно обдуманная. Когда ты говоришь, слова твои должны быть лучше молчания. Рабских удовольствием, наверное, я не могу комментировать эту фразу, потому что я болтаю, постоянно болтаю. Ну, то есть, не могу, не чувствую себя таким человеком, чтобы это обсуждать. Но я знаю таких людей. У меня есть наставники, которые говорят, если то говорят в точку. У меня разок женой была такая ситуация тяжелая, как бы, и мы решили, ну, в отношениях, мы решили попроситься к наставнику. Подошли к своему наставнику. Он тоже женой был. Мы сели напротив. И каждый рассказал свои проблемы. И он просто смотрел на нас, улыбался вот так, смотрел. Он так рад был нас видеть. Улыбался, смотрел на нее, улыбался на меня. Улыбался потом. Ничего не сказал вообще. Вообще ничего не сказал, не сказал, как решать проблему. Потом говорит, вы кушать хотите? Пойдемте, покушать, накормил нас. Накормил нас. Потом его жена пообщалась с моей женой, он со мной. Вообще не об этой теме. Мы поговорили просто о жизни, о духовной практике. И потом, знаете, что произошло? Мы когда вышли, у нас не было никаких проблем вообще. Не было никаких проблем. Потому что проблему можно решить просто дав человеку любовь. Понимаете? Иногда человеку просто не хватает возможности решить проблему, потому что нет этой энергии, которая решает. И они просто дали нам вот эту любовь. Они ничего не говорили вообще. Никак не обсуждали проблему. А просто улыбались, радовались нам, дали любовь. И дальше что произошло? Все решилось. Вообще никаких проблем больше не было в этом направлении. Вообще никаких проблем. Представляете, какая удивительная сила молчания. То есть он же просто улыбался, ничего не говорил. То есть молчание означает способность победить без слов. Это огромная сила. Но я не обладаю этой силой, к сожалению. Не могу объяснить это все. Могу только сказать о том, что я видел. Тогда Петр, это Евангелие. Тогда Петр приступил к нему и сказал, Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешившему против меня. До семи ли раз? Иисус говорит ему, не говорю тебе до семи, но семишь до семидесяти раз. Семь до семидесяти, это семь на семь, сколько будет? Четыреста девяносто раз надо прощать. То есть бесконечно много раз надо прощать, если человек согрешивает. Бесконечно много раз надо прощать. Мы даже раза не можем. Тотальный грешит, тот как бы отрицает бездесущего и всевидящего Бога. Вот это вообще прикол классный. Бог прямо вот здесь сидит, прямо в сердце у человека. В виде голоса совести. И смотрите, как веды объясняют отношения. То есть на дереве птицы, на дереве тела сидят две птицы. Это катка панишак, физическое описание. На дереве тела сидят две птицы. Одна птица это я, душа, которая клюет плоды дерева нашей жизни. То есть плоды, все плоды нашей жизни снаружи сладкие. То есть все, к чему мы стремимся в жизни, снаружи сладкий вкус имеет. Девушку полюбил, она такая сладкая. Сначала сладкий вкус, а внутри поклевал чуть-чуть горький всегда. Все, что в этом мире нас окружает, имеет сначала сладкий вкус, потом горький. Все абсолютно. И поэтому эта птичка, которая сидит, то есть душа, она постоянно думает об этих плодах. И ищет, где же сладкий и не горький внутри. Чем мы занимаемся в этом мире? И дальше сидит еще одна птичка, которую называют сверхдуша или представительство Бога в нашем сердце. Это же голос совести, это же удача, это же голос истины, это же знания, которые из сердца приходят. Это же энергия счастья, которые из сердца выходят, когда ты делаешь добрые дела. И так далее. И эта птичка наблюдает, она ничего не клюет. Она смотрит за нами, как мы все делаем. Но эта птичка все видит, понимаете? То есть сверхдуша все видит. И представьте вот такая ситуация. Я сижу, а передо мной маленький ребеночек все делает, но он считает, что папы нет, потому что его не видно. Вот это вот и есть наше главное заблуждение. Когда человек делает какую-то тайну, тайну грешит, думает, что никто не видит, это и есть глупость. Просто глупость и все. Во все наши поступки есть свидетель, здесь сидит. И он же с нами будет разбираться. Все события судьбы происходят отсюда. И поэтому не надо беспокоиться, если, допустим, ко мне вот одна девушка подошла в Челябинске. Она с маленьким ребенком, ее бросил муж. Бросил с маленьким ребенком, но он слушал уже мои лекции. Он связался с другой девушкой и пришел на мои лекции. Она пришла слушать лекции мои. И пришел этот человек слушать лекции. Сел со своей любовницей и сидит, и слушает лекции. Все нормально. Никто не видит вокруг. Что происходит, никто не видит. Ни Олег Геннадьевич, ни жена, ни голос совести не видит, что я пришел с любовницей. На лекции слушать. Почему? Потому что человек находится в глубочайстве и в заблуждении. Он не понимает, как правильно жить после всего. В этом причине. Но событие гораздо глубже. Эта девушка подошла ко мне. И она говорит, я понимаю, что человек как бы не понимает. Но у меня проблема другая. Я не могу ее простить. Я не могу ее простить совсем. Говорит, почему он так меня бросил? Он же все знает, что этого не надо делать. Почему он бросил? Почему он пришел на лекцию с другой девушкой при мне? Я не могу этого понять. И мы начали с ней изучать тему. И она почувствовала, что где-то в прошлой жизни, скорее всего, она вела себя очень жестоко с людьми. И теперь она получила такое наказание. Жестокость в сердце мужа. Но это еще не все. Я потом начал анализировать эту ситуацию. Молиться и увидел, что она даже в этой жизни с этим парнем очень жестоко себя вела. Хотя она себе этого не может сейчас объяснить. Она просто этого не понимает. И из-за этой жестокости он так замучился, что он просто ушел от нее. И не было с ним, и не было с ней жить. Хоть и она была с маленьким ребенком. Понимаете, о чем я говорю? Что не всегда ситуация такая, что он виноват во всем. Ситуация всегда такая, что я тоже виноват в чем-то, в чем я не знаю. Если человек принимает эту позицию, то что происходит? Я ему прощаю тогда. Вот если бы она знала, что он просто разрушился из-за ее грубости, жесткости в отношениях. Что произошло? Сразу простила. А что обвинить человека, если он не виноват? Ну то есть я как бы сделала свою боль, ему принесла. Видите, прощение почему не приходит в сердце? Нет знания. А знание приходит вторым этапом после молитвы. То есть сначала спокойствие в сердце приходит по поводу события, а потом знание почему-то произошло. Поэтому у нас не твое. Итак, мы с вами разобрали тему природы конфликтов. То есть мы говорили о том, на примере высказаний, которые считает правильным Лев Николаевич Толстой. Мы изучили из разных священных писаний эту тему. И давайте теперь мы с вами пообсуждаем. Может быть у вас есть какие-то дополнения или вопросы? Это важно, чтобы правообратная связь какая-то. Давайте, да. А у нас есть микрофон вообще, организатор лекции у нас есть? Вот микрофончик в зал какой-то или нет? Второй микрофончик у нас есть? Или нет? Здесь хорошая акустика. Все слышат, да, девушка? Ну давайте. Фаз громкий такой, хороший голос. Ну ничего, за нее же давать. Проблема с мужем. Второго ребенка это тебе означает. И потом расцвет. И потом расцвет. Он живет с вами, он сейчас живет с вами, да? И мне кажется, и останется с вами. Я не вижу раздушения семьи на этой ситуации. Кроме вас никто ее не раздушит. Как себя вести правильно с мужем, который гуляет, прямо живет в семье, а в своей жизни. Хороший вопрос, супер. Видите, если есть знание в сердце, вопрос будет решен. Вот сейчас у нее нет знаний. Почему так? Это знание, насколько я понимаю, состоит из двух половинок. Первая половинка это знание об обществе, в котором мы живем. И вторая половинка знания о людях, в котором мы живем. Давайте мы пообсуждаем это знание. Знание об обществе, в котором мы живем. Первая половинка. В Священных Писаниях написано, что если мужчина сидит рядом с женщиной, которая гармонично ему подходит, и она обнажена, и у него не вызывает никаких трудностей, возбуждений не возникает в психике, то это значит, что он абсолютно свят, у него нет ни одного греха в сердце. Или просто он увидел девушку, которая очень гармонично с ним подходит ему, и у нее не возникло желания ее себе загробастать, то это значит, что он абсолютно свят, у него нет ни одного греха в сердце. Если хотя бы один грех есть, то у него появится желание воспользоваться этой красотой. Так как люди в древней культуре знали эту особенность людей, также есть еще такая особенность, что если девушка видит, что ее любят, она тоже теряет волю. Вот девушка видит, что кто-то ей интересуется, она также теряет волю, а если она не теряет волю, значит она тоже абсолютно святая. Вот девушка видит, что кто-то ей интересуется, она уже не может этому противостоять, даже если она замужем, даже если у нее дети, она всех любит. Но если ей кто-то интересуется, и это вызывает сильную гармонию, сладкий такой, сильный вкус, то она теряет силу. Она может и хочет с семьей оставаться, но она уже не может так сильно, как раньше это делать, потому что сила теряется от контакта с этим человеком. Теперь у меня вопрос, а что должно общество сделать, чтобы семья сохранилась в этом случае? Что должно сделать общество, наше общество, чтобы семья сохранилась в этой ситуации? Правила поведения какими должны быть? Обнаженными не ходить. Раз. Мы не ходим обнаженными? Нет? Только по ляжу сейчас ходим обнаженными. Мы ходим обнаженными. Потому что девушки должны все закрывать, что вызывает удар по полу и в сердце. Правильно, моя хорошая. Хоть и плакать хочется, но надо так делать. Конечно, хочется все показать. Никто же не видел? Какая красивая. Но нельзя. Если сейчас Кличко, знаете, Кличко? Боксер такой. Я когда был в Киеве недавно, меня с ним познакомили, он интересуется. Вот тоже поговорили о Боге с ним. Такий он очень разумный человек, глубокий. А? Старший, который политикой занимает. Он такой, знаете, два метра такой вот. И взгляд такой, знаете, у него такой вот. Я тебя убивать не буду. Не волнуйся. Добрый такой взгляд. Я тебя убивать не буду. Называется. И как бы, от тебя это вообще не зависит. То есть ты с ним рядом сидишь, зависит только от него. Будет он тебя убивать или нет. Потому что от тебя это совсем не зависит. Ну, представьте, как бы вот этот Кличко, он как бы, ну, он убивать не хочет меня. Ну, просто чуть-чуть попробовал. Так. Мне вот сюда вот. Я так. И упал. Ну, он вроде бы не хотел. Он не сильно стукнул. Так, чуть-чуть. Но так как он, понимаете, он огромной силой обладает. То какого правила поведения? Пробовать не надо. Вот, дадима и дамы. Вот такой же силой обладает ваши вырезы. И чуть-чуть укороченные юбки. Вот чуть-чуть все укороченные, такой же силой обладает. Потому что эта сила непреодолимая бьет по мозгам хорошо и надолго. Все равно ходит. И ваша девушка. Ваша девушка. Ваша девушка. Ее надо просто убить. Или если вы ее любите, тогда просты. Она просты понимает. Не понимает. А? Видите, как мужчины бунтуют. Почему они так бунтуют? Потому что, когда она такая ходит, то, что ему принадлежит, отдается другим. Это тоже как бы надо понимать. Потому что, ну, мужчина не может так же терпеть не только красоту своей жены, а также то, что она ее отдает кому-то другому. Поэтому есть культура. Вот девушка не может в грубой одежде ходить. У нее так работает эгоизм. Мужчина так эгоизм работает, что он не может терпеть. Что его девушка так раз кому-то улыбнулась. Но не ему. Но его девушка. Поэтому девушка не должна так делать. Просто не должна. Потому что это делает, приносит боль. Приносит боль близкому человеку. Пожалуйста, и все. А если наоборот? Что наоборот? Ему не нравится. Девушка улыбается всем. Ему нравится. Ему в мини-юбке красиво ходит. Ему нравится это все. Есть такие люди, которые играют с гремучими змеями. Знаете, такой. С коброчкой такой. К чему это может привести? Я готов целовать песок, по которому ты ходила. Понимаете? Отчего это так поется? Целовать песок человек готов. А был нормальным мужиком. Ну, не понимает, ничего страшного. Надо все равно ходить так, как надо. Он не понимает просто силу. Не понимает, поэтому говорит, открывать все нормально. Я не верю в эти лекции. Это не мои лекции. Это все священные писания говорят об этом. Что эта сила огромная, понимаете? Непобедимая сила. Непобедимая. Никто не может, кроме святых людей, победить ее. Никто. Поэтому культура какая в обществе? Женщины закрывают силу. Не показывают. Это значит, что они разумные. Разумные. Ну, зачем мучить народу? Не надо. Кроме того, надо понять, что силы не бесконечны. Если, допустим, женщина все открывает, то что происходит? Если он впился, то что происходит дальше? Он ее грабит просто эту силу. Он даже просто помнит о вас потом. И он эту силу забирает. А женщина не может защититься, потому что ее тело беззащитное. Оно обладает красотой, но защитой не обладает. Вот если вы, допустим, кому-то что-то показали, ему понравилось, он будет об этом думать, и вы будете с мужем рядом спать. И вы будете чувствовать, что у вас это все забирают куда-то. И вам плохо. Так зачем тогда это нужно делать? Зачем это отдавать, если можно просто вскрыть, сделать так, чтобы никто не забирал, и будет хорошо. Когда женщина прошла вот этой вот летящей походкой, ты вышла из рая! Понимаете, когда она летящей походкой прошла по Москве, по Арбату, в юбочке, а потом домой пришла. У нее же все уже собрали. Обобрали уже все. И она пришла домой, и тебе такое, мне тебе не нравится. Почему тебе все не нравится? Потому что тебя обобрали, настроения нет. Откуда женщина настроение берется от красоты? Красота, ее надо хранить, беречь. Если она берет, то бережет красоту. Дома все счастье испытывают, на улице все спокойные. Ходят спокойно. Потому что, когда женщина бережет красоту, с мужиками на улице, что происходит? Они настроены все философски. Думают о том, как надо жить. Понимаете? Но если женщина что-то показала, они забывают про философию все равно. И все. Примагнитились. У нас культура другая. Вы поняли, о чем я сейчас говорю? А вот на пляже? На пляже что делать? Не знаю, что делать на пляже. У нас другая культура. Где девушка-то? Где? Вот, да. Вот. Нас камеры с вами разделяют. Но я вас все равно чувствую. Итак, смотрите. Проблема заключается в том, что в этой культуре будут трупы. Вот в вашей семье произошла ситуация, которая должна была произойти. Потому что в вашей семье по период астрологический такой, что вы должны были страдать сейчас. Отношения чуть-чуть подпортились, и он уже нужную дозу счастья от вас не смог получать, как раньше. И в этот момент что произошло? Из-за неправильной культуры, в которой мы живем, что произошло? Красивая, веселивая дорога перешла. Черешней скороспелою Любовь ее была. Понимаете, да, чем я говорю сейчас? Вот если бы у нас в обществе по-другому было, она бы не вызвала у него это чувство. Итак, проблема заключается сначала в устройстве общества. Будут трупы обязательно. Это значит, что надо менять свои отношения. Раньше, если муж как бы начал гулять, пошел вон. И все общество поддержит. Но сейчас так делать не надо, потому что общество устроено не так. Мы не можем сейчас позволять себе выгонять близких людей, потому что трупы возникают там, где есть война. Понимаете? Потому что женщины ведут себя открыто. они показывают свое тело. И это значит будут трупы. Понимаете, о чем я говорю? Мы не можем в этом обществе не прощать своих мужей. Потому что крышу срывает сразу, как только мужчина видит то, что вступает с ним в гармонию. И он с собой уже ничего не может делать. Я видел такую картину возле дороги. Находился. Смотри, собачка такая бежит по дороге. Ну как бежит? Она ползет. У нее две лапки есть, а две лапки ползут вот так вот по дороге. И отдавила машинка. Она так вот, лапки вот такие. И потом она другую, маленькая собачка, другую маленькую собачку увидела, и гармония с ней наступила. Понимаете? Гармония наступила с другой собачкой маленькой, а та бежит спереди ее. И она как рванула к этой собачке по асфальту, понимаете? А лапки-то у нее, они трутся об асфальт, и кровавый след вот такой вот идет. А она ничего не видит. Она бежит за собачкой двумя лапками, а сзади кровь вот так вот течет. Потому что она как наждачка стирает себе тело. И это не то, что у собачек так работает. Так работает и у нас точно так же. Человек ничего не соображает. Он тупеет, когда вот эта сила наваливается на него. Тупеет просто. Но при этом интересно знать, что ваш муж, отупев, остался дома. Он говорит, я буду хижить, а сам живет с вами. Знаете, что это значит? Что он честный человек. Честный человек, понимаете? Он хочет остаться, сохранить семью, но сам до конца этого не понимает сейчас. А вы не понимаете, как себя вести, чтобы он сохранил семью. Вы не понимаете, насколько сильно по мозгам ему дали, и поэтому вы не можете ему простить. Вы сейчас по этому простили? Нет, то, что я рассказал. Уже получилось, да? Легче стало. Теперь я еще одну вещь вам скажу важную, которую вы не знаете. Вторая вещь заключается в том, что в семье, в которой есть духовная жизнь и достаточно сильно развита, такие казусы не возникают. Знаете, почему? Потому что люди, которые занимаются серьезной духовной практикой в своей семье, и нравственный уровень семьи достаточно высокий, эти люди живут не во всем обществе, как все остальные. Они живут в отношениях с теми, кто живет так же. Это значит, что этого, этой ситуации не возникнет. А если возникнет, все вернут назад, помогут те, кто вокруг. Понимаете, о чем я говорю сейчас? Что ваша семья так же не могла себя вести, как надо, потому что вы недостаточно развиты оба духовно. Поэтому простите сейчас своему мужу и развивайтесь духовно, начните изучать, как правильно жить, начните молитву, начните нравственное образование. И так как вы являетесь энергией семьи, женщина является энергией семьи, не мужчина. Мужчина это кто такой? Тот, кто наслаждается семьей, а женщина наполняет свои силы семьей. От вашего желания зависит, как обои будут, какой цветочек. зависит, как шторки, в какой цветочек, кроватка, в какой будет рюлечку. От вашего желания зависит настроение в семье. И когда женщина начинает своим возвышенным настроением наполнять дом, она начинает молиться дома, начинает иконы вешать, что тоже женское, женщине нравится это делать. Она начинает наполнять свой дом чистотой вот этой духовной, что с мужем тогда произойдет, он естественным образом станет лучше и возвышен. Но не сразу. Нужно еще, может быть, годика-два, чтобы у него серьезность в жизни поменялась. Но что я вижу, вот про вашу семью, если прямо сейчас вы будете так жить, он уйдет. Это сто процентов. Потому что у вас не такая тяжелая карма, чтобы он ушел. Но из-за того, что вы невежественны сейчас, невежественны находитесь. Вы не знаете, что делать. Вы не знаете, что надо простить его. И надо всегда прощать, когда близким людям отрывают крышу. Всегда надо прощать. Потому что это влияние времени. Мы живем в такой культуре, в которой трубы возникают, понимаете, из-за того, что она так устроена. И второе, что вы не знаете, что если бы вы жили правильно, такого бы не было. Это ваша проблема. Понятно теперь? Почему у мужчин такая тенденция гулять? Гулять. Почему у мужчин такая тенденция возникает? И почему у женщин возникает тенденция себя показывать? Первая причина заключается в том, что есть две силы у человека. Две силы живут в человеке. Одна сила желание служить. Эта сила имеет божественную природу. И вторая сила желание наслаждаться. Вот я сейчас читаю лекции, во мне борются две силы. Одна сила желание наслаждаться тем, что меня слушают. Называется гордость или желание славы. Одна сила во мне сейчас действует. Вторая сила желание дать знания людям и удовлетворить своего наставника. Обе эти силы присутствуют в человеке, потому что он не получил достаточного знания. Знание заключается в том, что счастье есть только в первой это служить. Но все люди хотят наслаждаться а не служить. Все люди хотят счастья, дешевого счастья. Все люди этого счастья хотят. И женщины, и мужчины. Поэтому женщины открывают себя и улыбаются, а мужчины смотрят на это и наслаждаются. Вот и все. Это все происходит из-за отсутствия знания о том, что нам даст настоящее счастье и настоящую красоту и настоящую любовь. Как почувствовать вкус настоящего счастья есть способ. Способ такой. Человек может получить вкус только от того, кто его имеет. Поэтому единственное, что человеку не хватает в этой жизни, это общаться с теми, кто свят. Если общение в данном случае означает служить тоже. Если мы просто кланяемся святому человеку, просто думаем о нем, просто молимся и говорим я хочу, не то, что я уже выполняю, я хочу выполнять твои наставления, дай мне силы. То с этого момента что происходит? В сердце получается то, что у него есть. Я начинаю чувствовать, как он живет, как он жив, какой он чистый, какой возвышенный, как мне это нравится. Я так люблю эту чистоту. И это значит, что в этот момент человек перенимает правильное понимание вещей, приходит знание в сердце через отношение любви. Кого человек любит, от того перенимает знание. Поэтому больше всего на свете надо любить святость. Тогда все остальные, кто находится рядом с нами, они получат, так как они нас любят, получат эту чистоту в своем сердце тоже. И жизнь моя, не только моя поменяется, а так же всей моей семьи. Подмена? Вы можете Богу молиться напрямую. Те люди, которые Богу напрямую молятся, знают, что это непросто установить отношения с Богом, потому что Он очень требовательный. Отношения с Ним должны быть безукоризны, чисты. И для того, чтобы эту чистоту достичь, для этого нужно, чтобы кто-то тебя этому научил. Поэтому мы обращаемся к святому человеку как представителя Бога. Мы не обращаемся к нему как к Богу. И почему вы не хотите к святому человеку обращаться? Потому что вы не верите, что у Бога есть представители. Это означает, что вы сами хотите быть представителем Бога. Это тайное желание быть рядом с Богом. мы не верим в чистоту людей, не хотим иметь наставников Имеется в виду наставник, да, ваш наставник, ваш наставник в вашей вере, в вашей культуре. Молитвы Бог? Нет, не бесполезны. Есть люди, которые могут молиться Богу напрямую, а есть те, которые не могут. Иисус Христос выступает как Бог, Он Бог, и Он же и Учитель. Он, это удивительное, когда Господь выступает как Учитель еще. То есть Он приходит и говорит, я ваш Учитель. Бог может, имеет право быть Учителем. Молитва Иисуса означает молитва Учителя, наставника. И Он вас приводит к Богу, к Себе же. Он учит вас, как прикидывание. Понимаете? Но я в этом ничего не соображаю. Потому что есть те, которые соображают. Обратитесь к священнику, к вашей духовной традиции христианской, и он вам объяснит, что это значит. А? Не находишь, а значит, вам не надо. Вот, допустим, если вы хотите голую попу найти в интернете, вы найдете? Ну, конечно, леденочный. Только так. А, допустим, если вам не нравится вот эта голая попа, вы найдете получше? Найдете, проищите, найдете получше. Потому что надо. Так же человек должен искать с таким же рвением и себе наставников. Как я искал? А вы можете быть наставником? У вас очень много и так за объявлений не было. Я, если вы хотите знать про меня что-то, тогда открывайте фамилию Тарсунов в интернет. Поисковик. И дальше вы узнаете очень много интересного про меня. И вы уже поймете, что я не могу быть наставником. Я могу только лекции читать. Хорошо? Договорились? Можно еще раз. Можно Святой Матронин, да. Ну, ладно. У нас, смотрю, ни одного конфликта вопросов не было по природе конфликтов. Можно вопросы по-ручкам? Да? Да. Астролог мужа или муж Астролог? Муж Астролога оскорбил. Не надо, что правильно сидит. А за что он его оскорбил? Нагло разговаривал. Молодец, что ему сказала бы. Не надо. Вы считаете, что это неправильно? Правильно. Вы считаете, что это неправильно? Не надо было грубо это делать. Надо было подобранно делать. Сказать ему подобранно. Чего ты так нагло консультацию даете? Подобранно. Ну, понимаете, когда человек нагло себя ведет, тогда больно становится. По-доброму очень трудно. Но сказать надо. Если человек сказал и сказал грубо, надо потом раскаяться в этом. Но сказать надо было. Поэтому вы его не ругаете, что он сказал. Вы ругаете все то, что он не сильный человек. Не хватило силы сказать правильно. Но надо ему сказать, чтобы он простил этому астрологу. Потому что этот астролог просто незрелый человек и все. Понимаете, каждый суслик у себя на поле агронома. Вот он чуть-чуть астрологию изучил, он уже почти бог. Понимаете? Что знает? Видит движение планеты, вот тут сидит, а его так говно. Вот. Ну, поставьте его на место. Дайте ему знание о том, что это неправильно, как говорится. Ничего страшного там нет. Астролога, как правило, любит. А зачем он вам нужен вообще? Период зачатия рассчитать. Нормально? Поспрашивайте, кто рассчитывает хорошо период зачатия. И скажите астрологу. Я хочу, мы хотим только период зачатия, больше нам не надо ничего говорить. Послушайте, часто люди астрологов путают с духовниками. Попытайтесь понять эту разницу. Духовник – это тот, кто говорит про жизнь. Астролог говорит технические вещи. Вот есть технические вещи в гороскопе. Например, бывают длинные тяжелые периоды в жизни. Астролог должен об этом говорить. Он не должен говорить о том, как тебе жить. Он не наставник. Он может технические вещи сказать. Также он не должен делать выводы. Он не должен говорить, у тебя дом сгорит там через три года. Ты не решаешь это, сгорит или нет. Это Бог решает. Может быть, ничего и не сгорит. Ты можешь сказать, что есть опасность пожара. И все. Можешь сказать, есть опасность тяжелого несчастного случая в это время. Но не надо говорить, ты помрешь через три года. Ты не Бог, чтобы это решать. Часто астрологи на себя берут. Да? Это вопрос. Да, ну можно я это скажу? Я просто, видите... Спасибо, что вы меня заметили. Они прерывали. Хорошо, хорошо. Вот. Бог мне сказал. Что ты так ругаешь астрологов вообще? Спасибо. Да, я просто хочу тоже раскаяться и сказать. Я не хотел ругать астрологов. Я просто хочу, чтобы этим занимались духовники. Я хочу, чтобы люди к духовникам подходили к своим духовным наставникам и спрашивали о жизни. А астрологи пускай занимаются решением технических вопросов. Технический вопрос означает, вот рассчитать, время изучать. Пожалуйста, нет проблем. Это астролог. А если астролог говорит, как жить, а кто его полномочивал в этом? Кто ему сказал, что он имеет право это делать? Он должен сначала духовно развиться, чтобы эти вещи делать. Человек не должен по тому, что он карту знает, говорить о том, как жить. Пускай говорит, как жить тот, кто развит духовно. Поэтому ваш муж и ругался, что тот привысил полномочия, скорее всего. Вот так, у него сердце как бы вырвалось в небо. Это нормально. Ничего страшного. Ваш вопрос. Вы спросите, как можно уменьшить влияние на конфликты, да, при любви этого? То есть, если вы не знаете, что это невежество, у него представительство, как это можно... Ну, вы же не знаете, как он влияет. Он делает холодным человеком. Ой, не надо вообще в это, сейчас мы погрузимся, это не нужно. Я не хочу отвечать сейчас на этот вопрос, потому что вы... Вот смотрите там, если, допустим, я вам сейчас скажу Ати Сундару. Ати Сундар. Ати Сундар означает, что очень прекрасно. Но вопрос как бы неуместен. Давайте по теме, по теме, по теме. Да, если, например, поступать на конфликте нежеством, да, то есть, как можно спросить, именно когда молчание провоцирует, то есть, более какие-то действия. Молчание – это страшная сила женщины. Молчание – это сила женщины. Страшная сила женщины. Не в прощении молчите, а на своем молчите. Сейчас объясню, что происходит. Вот смотрите, у мужчины, у него внешний психический цилиндр сильный, это значит, он должен контролировать ситуацию, у него есть сила. А внутренний слабый цилиндр психический. Когда идет какой-то процесс действия, мужчина сильнее. Теперь, когда сильнее женщина, у нее внешний психический цилиндр слабый, в действии она слабее. В отношениях с мужчиной она слабее. Но когда действия нет, и она уперлась в своем, у нее внутренний психический цилиндр, как камень просто. И она, когда молчит, так, молчанку пошла играть, так, хоп, на своем молчит. Так как она наполняет от нас всю атмосферу дома, собой, женской энергией все наполняет собой, то мужчина, у него жабры, как бы, уже не могут дышать. Потому что он хочет внешних действий, чтобы вашу силу, с вашей сильной позиции вас убрать и на свою сильную позицию перейти. Когда женщина молчит, она внутри же твердая, и она в результате такую ситуацию создает, что просто можно лезть на потолок. Поэтому женщина в семейной жизни сильнее. И поэтому все мужики, в конце концов, понимают, что с женой связываться нельзя. А если наоборот ситуация, если мужчина молчит, мужчина, да, долго молчит. Долго молчит мужчина ситуацию, да? Молчит. Хорошая ситуация. Хорошая ситуация, потому что мужчина, когда молчит, то в этой ситуации вы сильнее. Вот кто говорит, руку поднимайте, где? Мужчина молчит, да? Ваш муж молчит, он такой, как камень, да? Вот, замечательно. В это время надо за ним заботиться, ухаживать нежненько. Вот так и должно быть. Мужчина молчит такой, упругой не произошел. Ну, и молчит. Вот супер, потому что вы сильнее. Понимаете, в этой ситуации вы сильнее. Мужчина молчит, что вы делаете? Вы ссю-сю-пусю, вы с ним ля-ля-тру-ля-ля. И что происходит? Он постепенно оттаивает. И вам несложно, потому что вы вот в этой деятельности ссю-пусю, у вас все хорошо. А его молчание, оно вас что, выводит из равновесия? А знаете почему? Все, я теперь понял. Мне все понятно. А вас оно выводит из равновесия, потому что вы как женщина не функционируете. Вот женщина, давайте проведем сейчас статистику опроса. Вот смотрите. Давайте сейчас вскроем эту тайну. Это же женщина себя ведет нормально, она заботится обо всех. И муж там, молчит, ходит. Ну, а вы как бы все хорошо, заботитесь. Поднимите руку женщины, которые на самом деле чувствуют, что в этом большой какой-то проблемы нет. Поднимите руку. Смотрите. В зал. Теперь поднимите руку к этой женщине, которая чувствует, что в этом есть большая проблема. Видите, очень мало женщин это нет. Таким образом, какой можно сделать вывод? Что мужчина, когда пыжится, его внутренний цилиндр очень слабый. И женщина только делает вид, что ей больно от этого. А так ей вообще по барабану. Так ведь или нет? Ей больно, когда он на нее бросается. Да, он пытается что-то сделать. А если он молчит, ну, слава богу, пусть хоть молчит. Так, женщина или нет? Да, ну, молчит, молчит нормально. Помолчи еще немного. Вы поняли, о чем я говорю или нет? Теперь, в чем проблема ваша? Почему вы страдаете? Вы страдаете потому, что вы не функционируете как женщина. Вот в тот момент, когда он молчит, что надо делать? Нежненько с ним. Ой, мой хороший, что-то ты молчишь у меня. То есть, ну, да, как бы. Так как вас это не трогает из сердца, как бы. Вас трогает снаружи это. Внутри, в сердце же вы не страдаете. Вот скажите честно, муж молчит, вы в сердце страдаете или нет? Нет, вы в сердце не страдаете. Вы страдаете снаружи, потому что вы не знаете, что с этим делать. Вас не учили. Вас парализует это. Но это не страдание внутри. Сейчас объясню вам, что такое страдание внутри. Когда женщина молчит, что с мужчинами, знаете, происходит? Они не знают, куда себя девать вообще. Им очень тяжело становится в доме. Поднимите руку, когда женщина на своем молчит, мужчине легко он ходит. Есть такой мужчина? Ну, попробуй, все нормально. Есть такой мужчина? Ни одного, смотрите. Тишина, гробовая тишина в студию. Замерли мужчины. Все мужчины знают, что это очень тяжело. По сердцу бьет конкретно. Женщина на своем спала. Все, капец, пошел из дома к другу. Жить невозможно. Почему? Потому что внутренний цилиндр у женщины очень сильный. Непреодолимо сильный. И поэтому женщина всегда побеждает в семейной жизни. Всегда побеждает. Но так как она слабая внешне, она должна поэтому уступать. Не надо мужика мучить, понимаете? Если вы всегда побеждаете, теперь буду молчать ходить. Пускай будет плохо. Не надо, не будьте садистами. Потому что будете ходить, он будет драться, значит. Будете молчать, будет драться. Когда женщина утерлась внутри, мужчина что делает? А-а-а-а, зверей. Начинает бросаться на нее. Она внутри уперлась, он внешний цилиндр встал. Она еще тверже внутри, он еще тверже снаружи. Боевая готовность, да? Подводная лодка сражается с эсминцем. Боевая готовность. Все корабли встали, боевые порядки. Сейчас торпеды полетят. Зачем это надо? Ваша проблема только одна. Вы не умеете обходительно относиться к мужем. Надо учиться ласковый быть по отношению к нему. И он, знаете, он растает все равно. Потому что внешне вот эта психическая оболочка такая крепкая у мужчины быстро тает. Тогда женщина с ним всю-сю-пу-сю. Псю-пу. Понятна система, нет? Все очень просто. Просто поймите, как работает система. Система работает так, что если мужчина молчит, это супер, супер просто. Слава Богу, что молчит. Потому что если порал, было бы хуже.